Привет, друг! С тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, всё как всегда. И если я записываю видос на следующий день, то есть уже два дня подряд у меня выходят видосы, означает, что вышло что-то важное как бы в сфере МТА, ЛИК, ТА-5. И на Радмире сегодня вышло летнее обновление. И сейчас мы его с вами вместе посмотрим. Так что присаживайся поудобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Короче, сегодня 2 июня, вышло обновление. Такое лайтовое, я бы сказал, не так, как было перед этим, прям вообще пущенное СБО. Так, по минимуму, там добавили пару новых тачек. Всё, конечно, мы с вами посмотрим, тайм-коды там всё стоят. Вот, и давайте для начала, как по классике, мы пройдёмся по чейнж-логу. Но для начала давайте в промокоды как бы зайдём. Ну, как бы это и чейнж-лог, и промокоды. Нажимаем F2, изменилось вот это меню. То есть мы теперь умираем здесь, пропало меню игрок вот здесь. Сразу у нас транспорт открывается. Банк весь справа. А, так, сейф, это что в этом банке? А-а-а. Окей. Здесь появилась информация, дата регистрации, время в игре и место работы. Также они добавили новый промокод, который называется SUMMER. Если мы его активируем, нам дадут 40 тысяч за 20 часов. В принципе, адекватно. Он также будет в описании. И если вы ещё не играли на этом сервере, сейчас у вас очень хорошая возможность зайти на сервер, ввести мой именной промокод вот этот. Ну, я пока что не именной, но я хочу именной скоро создать. Вот. Он будет в описании ролика. Просто при регистрации её вводите, достигаете третьего уровня, получаете 20 тысяч. Также можете ввести промокод SUMMER, получите ещё 40 тысяч. Если ещё вам повезёт, можете попробовать промокод Победа, возможно, его ещё не убрали, получите ещё 40 тысяч долларов. Идём дальше по джинжлогу. Они добавили возможность сменить табличку госномера РФ на безфлаговый и безфлаговый без окантовки. Не знаю, в чём разница, сейчас поедем с вами и посмотрим. Также для смены таблички доберитесь до полицейского участка Лос-Вентураса. Там будет специально нас маркер ждать. При смене номера это всё видно в БУ, там добавился отдельный пункт. Также добавлено новое ежедневное задание сбор деталей, разбросанных на карте. Типа нам нужно собрать 10 деталей, разбросанных по карте. При приближении к детали на мини-карте появится Блипс с вопросительным знаком. Они добавили новые типы покраски для дисков. То есть, как есть для тачки там, вот эти матовые, мат-хамы, хамы, хромы, лянцы. Вот это всё они добавили для дисков. Цены, конечно же, меньше. И сейчас мы с вами поедем это всё посмотрим по очереди. И добавили пару новых тачек. Это Toyota Camry 70-й кузов и заменили на 55-й. Также добавили Koenigsegg Gemera. Добавили Koenigsegg Agera R. Полностью новая переработанная модель. Плюс тюнинг. Вот. И удалили с сервера просто Focus RS 2016 года. Koenigsegg Agera R. Old-версию и Toyota Camry 55. Также вопрос. Дают бабки, конечно же, по госстоимости. И я видел там какой-то под... Ой, здесь какие, смотрите, RX-ы стоят. Один пацан спросил, типа, есть ли у меня на Агере стояла шторка? Типа, бабки дадут? Пацаны сказали, что бабки не дают. Просто дают госстоимость. Вот это, конечно, непруха. Мы, в принципе, заехали в тюнинг. Сейчас посмотрим по покраске дисков. Тип. Вот. Появился тип. Вот это у нас обычный за 500. Вот это у нас сейчас будет глянец. Вот они такие светлее стали. Полторы тысячи. Матовый косарь. Кстати, смотрится офигенно. А хромовый. Выходит три косаря. Матовый хром... Вернее, матовый хамелеон 3500. И хамелеон 4. Он похож какой-то не на хамелеон, а на хромовый. Видно, что игроки выполняют обычные квесты. Вот эти. Я, например, уже выполняю 142-й день. И типа за эту никакую награду не ввели. Хотя бы там какую-то маленькую. Там тысячи двадцать. Там, например, и випка. Либо и кредиты. Но все равно было бы игрокам приятно. Там за 50 дней, например, 100 дней. Там 200 дней. Там целый год. Собственно, друзья, здесь пацаны уже гамрюхи покупают. Наверное, она там вообще дешево стоит. Наверное, плюс-минус, как и старая. Хотя старую за 10к можно было даже меньше взять. Значит, они переработали модель Агеры. Угу. Она раньше стоила лям. Теперь она стоит 200. И она едет немного меньше, чем Рона. Если что, давайте сразу спойлер. В следующей серии я куплю очень дорогую тачку. Я не скажу, какую. И мы ездили в автосалон. И там немножечко отличия будут. Так что вы не смотрите. Эта серия была записана еще до обновления этого. Но они сделали за 200 Агеру. То есть, ты можешь поехать открыть контейнер, который за лям. И, в принципе, окупиться в любом случае. Гимера ей 480. 50 литров бак. И середний расход топлива. Ну, выглядит она, честно, как электрокар какой-то. Но лично мне она что-то не зашла. Лям 700 стоит, ну, как-то, мне кажется, очень, очень много. 60 литров бак, малый расход топлива и 280 километров в час. Ну, такое, конечно, по максималке. Вообще, ну, такое. Также, мне кажется, появилось на нее какой-то комплект... 6 рублей? Мне кажется, на нее появился какой-то комплект по типу Кхан, либо что-то еще. Я так понимаю, это правая вот эта метка. Да, смена таблички номера РФ. А у меня нету тачки на номере РФ. Я понял. Сейчас поставим, пацаны. Сейчас на ГТР поставим номер РФ. Вдруг сейчас фулблат выпадет, я офигею. Давайте поставим тогда. Регистрация, ТС, РУ. Давайте 77 регион попробуем. Данный номерной знак уже занят. Вы что, гоните, ребята? Бля, я хотел... Я хотел 77. Давайте... А, 2, 3, 4. Ладно, пойдет. А, МК пойдет. Чисто для теста. Вот, смена таблички. Мы заезжаем и можем сделать... А, я понял. То есть, либо такую, чтобы не было вот этой черной окантовки, она белая, за 550 кристаллов. Либо убрать флажок вот этот за 15 тысяч. А, вот она, кстати, вверху меняется. Ну, лично мне нравится больше с флагами. Не знаю, почему все без флага хотят. Мне больше нравится именно с флагом. Но цены вообще очень конские. Да ты что, да ты что. Смотри, какая камри. На восстанах. Ммм. Просто с четырехствольным выхлопом. Просто... Ммм. Что по заданиям, именно по которым нужно собрать 10 деталей, пацаны? Это задание у вас появится на карте и вообще будет доступно, когда у вас в ежедневных заданиях оно здесь появится. Вот здесь будет там найти 10 этих разбросанных автомобильных запчастей. Там типа пружины, они подсвечены. Я картинку вставлю. Аккумуляторы, вот это все вам нужно будет найти. И тогда это все будет считаться именно в достижениях, вот в ту сотню. И, кстати, там написано, что не обязательно подряд, потому что все задания так подряд и не выпадут. Вот. В принципе, на этом все. Поставь лайкос, напиши комментарий, чтобы поддержать этот ролик. Также покажи этот ролик своему другу, если он тоже играет на Радмире. И ему интересно, что же нового добавили на сервере. Также напишите в комментариях, как вам новые обновления. Но у меня чисто так. Ну, хотелось как бы больше, но недавно вышло. Так что с вами был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока.